Приветствую вас. Вы знаете, в случае, если ваш муж решает подобные вопросы совершенно определенным образом, то есть он решает отдыхать без вас, то это его особенный выбор, это его особенное решение. И вы не можете напрямую взять и на него повлиять, на выбор. Почему? Ну, потому что ваш муж, будучи взрослым человеком, будучи человеком осознанным, свои решения принимает также осознанно. И у вас нет возможности, реальной возможности, на него как-то влиять. Потому что, ну, объективно, вот, если я что-то решил, он уже вряд ли от этого решения отойдет. Это вам нужно, по крайней мере, желательно, достаточно четко понимать. Потому что, в противном случае, вы будете биться в закрытую дверь. Дальше. Если говорить о том, что вам можно сделать в этой ситуации, то я бы предложил посмотреть на нее так. Вот, мужчина едет отдыхать, как вы говорите, без вас, в Таиланде. Решение это спорное, очень непонятное. То есть, почему он хочет отдыхать без вас, почему он не хочет с вами это делать. Не совсем понятен этот аспект, но, тем не менее. Значит, у мужчины, во-первых, нет желания, нет стимула, и нет ничего привлекательного в том, чтобы отдыхать с вами. Почему так? На этот вопрос, к сожалению, ответа у меня нет, потому что вы со своим мужем живете, и вы знаете, чего ему не хватает, например. Вы знаете, что ему может не нравиться, что ему может быть не по душе, и так далее. Вот об этом и нужно, в первую очередь, разговаривать. И думать, что мужчина такого может получить в диалоге, в разговоре, в общении, во времяпровождении с женщиной, женщиной, например, в Таиланде, да, чем с вами. Лага – это очень важный момент. Потому что, ну, надеюсь, вы понимаете, довольно-таки приводит звоночек, когда мужчина вот так себя ведет. Дальше, дальше можно сказать вам о том, что, ну, если, если за аксиому взять тот факт, что вы не можете мужчину никак переубедить в том, чтобы он не ездил отдыхать в Таиланд один, а ездил бы отдыхать с вами, то вам, соответственно, в этой ситуации можно ему сказать, что в таком случае вы сами будете где-то отдыхать одна. И тоже, скорее всего, в мужской компании. Вот, пожалуй, это то, что вам по силу сделать. Пожалуй, это то, что вы реально можете сделать, потому что мужчина вас ущемляет в правах в данном случае. И совершенно непонятно, почему вы должны это терпеть. совершенно непонятно, почему вы должны ждать и сносить то, что мужчина не хочет с вами отдыхать. Это едва ли не оскорбление. Это едва ли не такое, знаете, ну, пренебрежительное отношение к вам. И вот его нужно пресекать. А как его можно пресечь? Ну, его можно пресечь только через адекватное поведение с вашей стороны. То есть, показать мужчине свою независимость от него, показать мужчине, что вы не собираетесь его ждать, и показать мужчине, что вы вне зависимости от того, что хочет он, все равно свое, например, получите, все равно, например, вы будете отдыхать так, как вам хочется, например, и так далее. То есть, вот этот момент вам нужно обязательно для себя продумать. Потому что сейчас вы находитесь в такой позиции, позиции, я бы сказал, достаточно проигрышной позиции, потому что мужчина, вот, например, хочет ехать отдыхать, он едет отдыхать, а вы, вы получаете, что делаете. Вы его, если я правильно понял, вы его ждете, если я ошибаюсь, то, ну, здесь может быть совершенно разные варианты, но, правда, правда в том, что вы находитесь в проигрышном положении для себя, это неприемлемо. Вот так. И отдельно. Отдельно мне бы хотелось сказать вам еще вот что. У мужчины есть стимул к тому, чтобы вести себя именно так. То есть, мужчине выгодно, чем-то, мужчине удобно почему-то, чтобы вы были без него, а он был один. Вот по какой-то причине мужчине это удобно. Вот вам нужно подумать, почему это удобно, и понять, что он не будет ничего делать, он не будет ничего менять до тех пор, пока его целиком и полностью устраивает эта ситуация. Вот основной момент, который я вам хотел сказать. На этом, пожалуй, можно закончить. Я желаю вам упорства, упорство вам пригодится, я желаю вам побольше думать о себе, потому что это тоже очень нужно вам, чтобы вы думали о себе и больше обращали внимание на себя, если этого не хочет делать ваш мужчина. Я желаю вам удачи, я желаю вам упорства, я желаю вам стойкости, я желаю вам терпения, потому что мужчина явно ведет себя вызывающе. И, если какие-то вопросы у вас остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.